Год вдали от дома. Призывная кампания в области подходит к финишной черте. Уже 15 июля последние автобусы отвезут ребят из военкомата на вокзал, откуда они уедут на место прохождения службы. Наша съемочная группа побывала на сборном пункте, где пообщалась с призывниками, готовящимися к отправке. Подробности в материале программы. Надеемся, и в этом уверена вся призывная комиссия, что те традиции, которые заложены предыдущими поколениями, вашими сверстниками, чуть старше, вы эти традиции не только сохраните, но и приумножите. В добрый путь. Эти ребята уже прошли все комиссии, теперь отправляются на службу войска. Но в больших коридорах военкомата еще немало новобранцев. Им предстоит серьезная проверка. Основную, на силу духа, они уже прошли. Я считаю это почетно, что отслужить в армии, отдать долг родине. Как раньше наши деды защищали родину, так же я считаю своим долгом отдать долг родине. Мы окончили институт прокуратуры, Саратовская академия права вместе. Сейчас вышел федеральный закон о воинской обязанности для государственных служащих. И поэтому обязательно нужно пройти службу. Без этого сейчас никак. Но для службы в армии одного желания мало. Первым делом призывники направляются на занятия по профотбору. Точно такая же процедура проводится в районном военкомате. В областном данные уточняются. Те же вопросы и индивидуальные бланки с ответами. Правда, результат определяет уже не человек, а компьютер. Этот комплекс или система компьютерная обрабатывает бланк и определяет нервно-психическую устойчивость призывника, его особенности, черты характера и склонность к той или иной деятельности. Раньше все это определяли люди. То есть мы обрабатывали все вручную. Мы накладывали шаблон, обрабатывали. А сейчас уже все это делается и быстрее, и точнее. Из кабинета психолога на осмотр к терапевту и хирургу. Медицинская комиссия принимает решение, годен к армии молодой человек или нет. Еще несколько лет назад не допустить к военной службе могло банальное плоскостопие. Однако сейчас критерии отбора новобранцев изменились. Раньше плоскостопие второй степени с артрозом второй стадии не призывалось. Сегодня эти граждане призываются. Есть изменения по кардиологии, есть изменения по гастроэнтерологии, то есть в пользу призыва. Ну а так больше существных изменений в положении нет. Если все в порядке, добро пожаловать в строй. Здесь же одевают и снабжают вещами первой необходимости. Средства личной гигиены, нижнее белье, обувь. В этом году таких комплектов будет выдано чуть больше трех тысяч. На сегодняшний день, вот до, скажем так, недели осталось до окончания призыва, мы уже призвали 113 процентов, то есть около трех с половиной тысяч человек. Это призвали. Но войска мы должны отправить только 3018 человек. Причем почти все уже отправлены в войска. Осталось около 10 процентов. Они уедут в части в ближайшее время. Еще не в армии, но уже не дома. Как настоящие солдаты, призывники спят в казармах и питаются в столовой по расписанию. Станислав Жижин, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.